ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! В каком городе во время Великой Отечественной войны был сделан каждый третий танк Т-34? Нижний Тагил. Абсолютно верно! Тысяча рублей ваше! Всем привет! Это программа «Бегущий косарь», где за каждый правильный ответ наши участники получают тысячные купюры. Меня зовут Алексей, мы находимся в Нижнем Тагиле. Погнали! Первый этап нашей программы называется очень просто. Ответьте на вопрос. Я задаю вопрос, и каждый, кто правильно на него отвечает, получает тысячу рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте! Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, как называется свободный стиль катания на горных лыжах? Вот, Игорь, очень хороший. На Фе, на Фе. На Фе? Представил? Абсолютно верно! Тысяча рублей ваши! Счастливо! Здравствуйте! Хорошего настроения вам! Скажите, пожалуйста, может быть, вспомните, как звали собачку, с которой Элли попала в волшебную страну? Нет, не знаю, извините. Не вспомните? Нет, нет. Здрасте! Скажите, пожалуйста, может быть, вспомните, как звали собачку? Катошка! Абсолютно верно! Я даже не успел задать вопрос! А я там слышу! А, я понял. Хорошего дня вам! Счастливо! Хорошего настроения вам! На вопросик ответите на короткие, пожалуйста, будьте добры. Что изображают послойной окраской на физических картах? На R. Знаете, вот есть горы, есть нежины. Абсолютно верно! Тысяча рублей ваша! Хорошего дня! Счастливо! Здрасте! Хорошего настроения вам! Скажите, пожалуйста, сколько минут в шести часах? Ну, в шести часах сколько минут? В одном часе сколько минут? Что-то я вообще растерялась. Ну, давайте, подождите, соберитесь. В одном часе сколько минут? Шестьдесят. Правильно, правильно. А в шести часах сколько? Шестью шесть? 120? Нет, шестью двести? Нет, нет, нет. Шестью шесть. Тридцать шесть. Правильно. Сколько в шести часах минут? Так, триста шестьдесят. Абсолютно верно! Тысяча рублей ваши! Ох, Тагил! Здрасте! Ответьте на вопрос, пожалуйста. Кем по профессии был коротышко-блинчик в книге про Незнайку? Пекарем? Нет, он был не пекарем. Он был в театре играл. Он... Не помню. На! Актер? Абсолютно верно! Тысяча рублей ваши! Подсказываю пока, друзья. Разогреваемся в Нижнем Тагиле, бежим дальше. Расшифруйте, пожалуйста, аббревиатуру КНР. Корейская Народная Республика. Не корейская. Китайская. Абсолютно верно! Тысяча рублей ваши! Здрасте! Хорошего настроения вам! Ответьте на вопросик, пожалуйста. Куда открываются двери в деревенских избах? Наружу или вовнутрь? Наружу вроде бы? Да нет, вовнутрь, чтобы снегом не заносило. Если наружу, то снегом может занести, она не откроется просто. Ладно, хорошего вам настроения, счастливо! Здрасте! Приятного аппетита! Какие три европейские страны входят в Бенилюкс? А что такое Бенилюкс? Это объединение трех европейских стран. Ну вот это вопрос, как бы, что полегче? Ну давайте подскажу, Бельгия. Бельгия, Швейцария. А, не Швейцария, нет, нет, нет. Норвегия? Нет, Бельгия, Нидерланды и... Ну, Люксембург, Люксембург, ладно. Маленькая страна. Да, да, да. Приятного аппетита вам, ребят, хорошего настроения, счастливо! Какое море разделяет Африку и Азию, и в него не впадает ни одна река? Африку и Азию, и в него не впадает ни одна река. Красная. У вас даже абсолютно верно! Тысяча рублей ваша! Красное море со всех сторон окружено пустынями. Скажите, пожалуйста, в каком городе находится памятник коту Казанскому? Ого-го-го-го! Питер! Коту Казанскому! Я не знаю. Казанскому! Казань! Абсолютно верно! Тысяча рублей ваша! Пока! Здрасте! Ответьте на вопрос, пожалуйста, на коробке. Кого в России в 19 веке называли присяжный поверенный? Сейчас в суде они. Одни защищают, другие... Адвокаты? Абсолютно верно! Тысяча рублей ваша! Серьезно? Хорошего настроения вам, счастливо! Спасибо большое! Я же тебе говорю, выиграешь! Спасибо! Первый этап позади! Пришло время немного передохнуть и провести короткий конкурс. Для него мне понадобится два человека. Привет, ребят! В конкурсе поучаствуйте? Поучаствую! Отлично! Очень простой конкурс, называется «В какой руке тысяча?» Давайте познакомимся. Как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав? Снежана. Снежана. Один из вас прячет тысячу, другой угадывает, в какой она руке. Давайте определимся, кто прячет, кто угадывает. Я прячу. Итак, Снежана прячет тысячу рублей, Вячеслав угадывает, в какой руке она ее спрятала. Снежана, даю вам тысячу рублей. За спинкой. Прячьте, пожалуйста. Снежана, вытаскивайте руку. Итак, Вячеслав, если вы угадаете, в какую руке Снежана спрятала тысячу рублей, вы ее получите. Ну а кто из ребят станет обладателем заветного косаря, мы узнаем совсем скоро. Привет, это программа «Бегущий косарь». Мы находимся в Нижнем Тагиле, играем с двумя замечательными ребятами в конкурс «Угадай, в какой руке тысяча». Снежана спрятала тысячу рублей, Славе надо угадать, в какой руке она ее спрятала. Слав, угадывайте. И Снежана зарабатывает тысячу рублей. Покажите, что она была. Да, 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 отлично. Ну что ж, на что вы ее потратите? Ой, на себя, любимая. Отлично. Ладно, ребят, хорошего вам настроения, хорошего дня. Я побежал дальше, пока. Начинаем второй этап. Задание – продолжить мою фразу. Я начинаю говорить фразу, а мои участники ее заканчивают. По традиции, каждый правильно ответивший получает тысячу рублей. Здравствуйте. На короткий вопрос ответите, пожалуйста. Вам нужно продолжить строчки из сказки Пушкина. Сказка Пушкина очень простая. И среди своей столицы с разрешения царицы в тот же день стал княжить он и нарекся... Князь... Не вспомните? Нет. Ладно, счастливо. И среди своей столицы с разрешения царицы в тот же день стал княжить он и нарекся... Князь... Пидон. ...тысяча рублей ваших. Ой, спасибо. Не верится. Ребята, привет. Нижний Тагил, привет всем, кто меня знает. У меня 21-го день рождения. Спасибо за подарок. Мне 45 будет. Спасибо. Ура. Здрасте. А продолжите, пожалуйста, правильно детский стишок. Сможете? Белым снегом все одето, значит наступает... Лето. Зима, но белым снегом все одето. А мне лето сейчас. У нас тоже лето. Привет, ребята. Ответите, пожалуйста, на вопросик. Продолжите название произведения Михаила Булгакова. Белая... Не знаем, роза? Нет. Ну, Булгаков. Белая... Мы не знакомы с литературой. Ах, ребята, ладно, жаль. Счастливо. Здрасте. Продолжите, пожалуйста, название произведения Михаила Булгакова. Белая... Гвардия. Абсолютно верно. Тысяча рублей ваше. Здрасте. Продолжите, пожалуйста, название сказки Шарля Перу. Красная... Шапочка. Тысяча рублей ваше. Я все золотуюсь. Посьню. Здрасте. Здрасте. Продолжите, пожалуйста, перевод крылатой фразы с латыни. Фестина лента. Торопись. Не знаю. Торопись. Ну, подумайте. С латыни. Торопиться лучше как? Медленно. Абсолютно верно. Тысяча рублей ваше. Спасибо. Счастливо. Превышение расходов над доходами называется... Расходов над доходами. На Д. Расходов над доходами. Есть профицит, а есть... Дефицит. Абсолютно верно. Тысяча рублей ваше. Подсказываю всем, друзья, что происходит. Ответите на короткий вопрос, пожалуйста. Продолжите название произведения Александра Сергеевича Пушкина. Маленькие. Не знаю. Но Пушкина маленькие. Маленькие-то... На Т. Не знаю. Но у него есть произведение. Первый раз слышу. Ладно, счастливо. Хорошего настроения вам. Пока. Продолжите, пожалуйста, название произведения Александра Сергеевича Пушкина. Маленькие. Трагедия. Это правильный ответ. Хоть и с подсказкой. Тысяча рублей ваше. Хорошего настроения. Пока. Держите, бабушка. Не мая заслуга. Всего доброго. Будьте добры, продолжите, пожалуйста, название произведения. Салтыкова, Щедрина. Господа... Головлёвы. Тысяча рублей ваше. Абсолютно верно. Здрасте. Будьте добры, продолжите, пожалуйста, название произведения. Антон Палыча Чехова. Вишнёвый. Тысяча рублей ваше. Абсолютно верно. Правда? Да. Счастливо. А по-другому, наверное. Ну, спасибо, спасибо. Когда в следующий раз тут выйдешь? Второй этап позади. Пришло время литературного конкурса. Для него мне понадобятся два человека. Ребят, привет, в конкурсе поучаствуете? Да. Отлично. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Евгений. Евгений. Анна. Анна. Ребят, конкурс очень простой. Называется он литературный. Один из вас будет читать стихотворение, другой угадывать автора. Давайте определимся, кто читает, кто угадывает. Так, Женя будет читать. Анечка, если вы угадаете автора стихотворения, вы получите тысячу рублей. Хорошо. Если не угадаете, ее получит Женя, которая прекрасно это стихотворение прочтет. Все понятно? Да. Поехали. Жень, вручаю вам папку, микрофон. Красиво читаем. Готово? Да. Взойди, веселый дух на ону высоты, Где видеть можно лет Петровых красоту, Парящий, простри, на нынешний день мысли, Желания к нему и плески все исчисли. Ну что же, кто написал это стихотворение? Я, если честно, понятия не имею. Ну, это еще и великий ученый. Это до Пушкина было. Шел с обозом в Москву из Архангельска. Лермонтов? Нет, нет, нет. Ой, что не сказал? Ученый известный. Университет назван в Москве его именем. Да, да, я поняла. Но только сейчас, в смысле убегает. Михаила? Ломоносов. Абсолютно верно. Михаил Васильевич Ломоносов написал это стихотворение. Нянечка, тысяча рублей ваше. Скажите, пожалуйста, на что вы ее потратите? Куплю ребенку что-нибудь вкусненькое. Купите книгу. Книгу? Ломоносова. Ну, можно не Ломоносова, но что-нибудь приятное и хорошее. Ладно, ребята, читайте русскую классику. Я побежал дальше. Пока. Бежим, третий этап. Здесь я буду задавать вопросы, на которые можно ответить либо да, либо нет. Каждый правильно ответивший по традиции получает тысячу рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. С 1954 году ученые создали двухголовую собаку. Да или нет? Да. Это правильный ответ. Эти головы даже иногда дрались между собой. Счастливо. Я помню. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Около 40% нашего ДНК состоит из остатков древних вирусов, которые инфицировали наши клетки. Да или нет? По-моему, нет. Это неправильный ответ. Счастливо. Хорошего настроения у вас. Спасибо. Первое упоминание аллергии пришло к нам из Древнего Египта. Да или нет? Да. Абсолютно верно. Откуда вы знали? Один из фараонов умер от укуса осы, вызвавший сильнейший приступ аллергии. Вот так вот это все и появилось. Счастливо. Спасибо большое. Изначально карамель изобрели как средство для депиляции. Да или нет? Нет. Нет, нет. Это неправильный ответ. Дело в том, что его использовали в гаремах восточных правителей именно для депиляции. Счастливо. Хорошего настроения. Пока. Для того, чтобы заснуть, человеку необходимо в среднем 7 минут. Да или нет? Нет. Это неправильный ответ. Примерно 7 минут и человек пынчи засыпает. Счастливо. Привет, ребят. Здравствуйте. Вот такая вот история. Счастливо. Спасибо. До свидания. Подскажите, пожалуйста, женщинам нравится красный цвет, потому что тысячу лет назад они собирали спелые ягоды, и это стало рефлексом. Да или нет? А я бы сказала, собирали розы красные. Ну да или нет? Зачем? Ну красиво. Да. Абсолютно верно. Так считают исследователи. Тысяча рублей ваши. Да, вы что? Можно вас? Давайте. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Теплоотдача одного человека достаточна для того, чтобы подогреть 30 литров замерзшей воды. Да или нет? Достаточно, да. Абсолютно верно. Тысяча рублей ваши. Счастливо. Ответьте на короткий вопрос. Эргофобия – это страх ответственности. Да или нет? Да. Тысяча рублей ваши. Абсолютно верно. Спасибо. Я вас не вижу. Ребята, скажите, пожалуйста, каждый год мы с вами теряем примерно по 2 килограмма клеток кожи, да или нет? Да. Тысяча рублей ваши. Пока. Сейчас на битву. Давай еще раз. Пойдем пообедаем. Ну как, девчонки. Третий этап позади. Нас ждет финальная игра. Для нее мне понадобится 3 человека. Ребята, привет. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Саша. Саша. Кристина. Кристина. Антон. Антон. Ну что же, вы попали. Попали в финальную игру бегущего косаря. Каждый из вас сможет выиграть по 3000 рублей. Ну а что вам для этого придется сделать, вы узнаете сразу после рекламы. Меня зовут Алексей. Это программа «Бегущий косарь». Мы находимся в Нижнем Тагиле, друзья. И снимаем финальную игру с тремя замечательными молодыми людьми. Александром, Кристиной и Антоном. Ну что ж, первое задание очень простое. Вам по очереди нужно будет назвать 7 городов за 20 секунд на ту букву, которую я назову. Антон, давайте с вами попробуем начать. Да, не подсказываем. 7 городов, 20 секунд, буква «П». Поехали. П. Петропавловск. Что еще? Не подсказываем. Раз, хорошо. 5 секунд прошло. На «П» куча городов. Рядом здесь. П. 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 Пенза, Перьме. Три города уже названо. 12 секунд прошло. Хорошо, идете. Я за Перьме. Еще 4 города. В Петрокаменске у нас есть подъезжаем Тагилу. И шикарно. И еще, ну, 20 секунд прошло. Не вспомнил. Еще страшного, не расстраивайтесь. Еще два конкурса впереди. Все изменится. Так, Кристин, 7 городов и буква сложноватая, честно говоря. У меня девушки, как всегда, сложное задание. Ну да, ну вот так получилось, да. Ну а что делать? Ну давайте, ладно, вот. Легкая буква. Какая? Я вас расслаблю просто, чтобы вы не напрягались. Давайте, буква «В» поехали. Волгоград, Владимир. Раз, два. Все уже. 5 секунд прошло. Да шикарно. На Дальнем Востоке город. Володикавказ. Да, еще один город есть. На Дальнем Востоке который. На Востоке. Не знаю. Ай, 20 секунд прошло. Ну ничего страшного. Тоже не расстраивайтесь. Еще два конкурса впереди. Александр, с вами. 20 секунд, 7 городов. На букву «З». Поехали. Золотоуст. Раз. Нет больше городов. Может быть, может быть, какие-то есть еще города на «З». Время-то есть. Время-то есть. Нету городов. Нету городов. Все. И 20 секунд прошло. О, да, сложная буква. Согласен абсолютно. Но в следующем задании кто-то из вас точно выиграет 1000 рублей. С помощью мимики и жестов я буду показывать вам слово. Кто первый угадает, что я показываю, тот и получит 1000. Все просто. Этого слова я еще не знаю. Первым его узнают телезрители. Это слово. Это слово. Это слово. Вау! Да. Серьезно. Шлем. Шляпа. Корона. Король. Царь. Рыцарь. Трон. Корону. Лесенька вниз спустился. Трибуна. Иди, стау. Первую букву показываю. Заяц. Усы. Крыса. Мыш. Крыса. Крот. Меньше. Маленький. Что там бегает? Муха. Таракан. Вторую букву показываю. Огонь. Фейерверк. Салют. Искры. И? Третью букву показываю. Таракан. Камень бросаем. Таракан. Это третья буква. Титул. И если он выиграл. Ну, по буквам я не знал, как показать это слово. Тысяча рублей ваши абсолютно верно. Давайте поаплодируем. Ох, тяжелое слово какое. Ну, давайте, чтобы все было честно, покажу вам, что это действительно было слово титул. Господи. Ох. Молодец. Прям ох. Молодцы, ребят. Ну что ж, третье задание потребует от вас немножко больше сконцентрированности. Вам нужно будет в уме решить простой пример. Я буду называть последовательность из семи цифр. Плюс, минус, в конце скажу равно. И нужно будет назвать правильный ответ. То есть в уме сложить, вычесть и так далее. Решить пример. Ну что ж, Антон, давайте с вами начнем. Ну, давайте. Готовы? Да. Пять плюс один, минус семь, плюс три, минус два, плюс четыре, минус два. Два. Абсолютно верно, тысяча рублей ваша. Спасибо. Отлично, отлично. Ну что ж, давайте с вами, Кристина. Три, плюс девять, минус семь, плюс пять, минус четыре, плюс два, минус пять. Ну, пальцем в небо. Не могу. Пальцем в небо. Пусть будет три. Абсолютно верно, это три. Снижний Тагил везет. Это три, это правильно. Саша, готовы? Ну да. Поехали. Пять, плюс семь, минус девять, плюс пять, минус три, плюс семь, минус три. Четыре. Нет, 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 нет. Правильный ответ, девять. Девять, правильный ответ. Ну что ж, давайте подведем итоги финальной игры. Доставайте все, что вы заработали. Тысячу рублей заработал Антон, Кристина и Саша. Друзья, у нас три победителя. Давайте сюда свои руки, наверх ко мне. И это три победителя нашей игры. Поздравляю вас. Давайте сделаем фотографию на память. Я сегодня пробежал 6 километров 201 метр. Потратил 35 тысяч рублей. А это значит, я раздавал деньги со скоростью 5 644 рубля за километр. Кроме того, я сжег 929 килокалорий. В следующей программе я попытаюсь улучшить эти результаты. Но для этого мне понадобится ваша помощь и ваши правильные ответы. С вами был Алексей и программа «Бегущий косарь» из Нижнего Тагила. Пока!